Причина заключается в том, что мама, женщина по природе, она живет не своим счастьем, а счастьем своих близких. И в результате свою жизнь путает жизнь с их жизнью, то есть она начинает жить в них жизнью. Другими словами, не дает жить тем, кто живет в своей жизни. То есть мама пытается контролировать всю жизнь. Говорит, как у тебя дела? А вот это вот, ой, это так опасно. И так далее. То есть она не дает жить. И в результате становится очень тяжело, сковывается человек. Когда мне мама звонит, говорит, ты опять едешь, Олег, ну сколько можно ездить? На Украине ездить, там война. Я говорю, мамочка, ну какая война? Я туда уже что-то раз ездил, и все нормально. Она, ну ладно, смотри, береги себя. И тяжело очень как бы. Становится тяжело. Почему? Потому что это называется привязанность. Когда человек становится целью жизни, то он не может назад отдать ожидание. Вот это вот ожидание, что я как бы хочу жить в твоей жизни. Кто может это выдерживать? И один человек это не выдерживает. Поэтому надо понять разницу между любовью и целью жизни. Когда человек кого-то ставит целью своей жизни, то выдержать это невозможно. И теряются отношения, рушатся отношения в результате. И мы выяснили с этой женщиной, что ее мама очень сильно ее любит. То есть она постоянно о ней думает. И вот эта сверхценная идея, вот это сверхценное понимание человека вызывает трудности в отношении с тем, кто так относится. И часто это приводит к стрессу. Потому что когда человек не может остановиться, он когда стремится к своей цели, он разрушает отношения в результате полностью. И дальше наступает стресс. Если парня сильно порюбить, то он убегает. Мне тут никакого выхода не остается. Вот точно так же человек, допустим, поставил цель на квартиру заработать, допустим. Но он не просто зарабатывает на квартиру, а он живет этим, только думает об этом все время. Это его вкус в жизни. То это приводит к стрессу обязательно. Потому что квартира не может тебе напитать той силой, которая питает человека цель человеческой жизни высшей. Это только Бог может быть святостью и так далее. Но если человек ставит просто обычные цели, так вот высшие цели, то стресс неизбежен. Дело в том, что стресс – это закономерный этап развития человека. Если у нас не будет таких вот стрессов серьезных, то тогда и развития не будет. В жизни человека обязательно должна проходить испытание. И часто люди путают просто, когда человек нервничает. Это не стресс. Есть стрессовые реакции, когда человек плохо себя чувствует от события 2-3-4 месяца. Это тоже не стресс. Стресс – это как то, что девушка описывает. Несколько недель нарушения сна, человек не может кушать. Потом дальше идут последовательные развития стадии. Значит, первая стадия – шок, шоковое состояние и так далее. Мы будем завтра говорить об этих стадиях. Сегодня я хотел бы в целом поговорить о причинах стресса, а вообще зачем это надо. И причина главная заключается в том, что человек теряет то, к чему он стремился в жизни. Он стремился как высшая цель. Высшая цель означает, что человек отдает всего себя чему-то. То есть он готов отдать свою жизнь. Поэтому часто люди влюбляются, потом прыгают с высоких этажов, разбиваются. Причина, почему так происходит, это неправильное представление о влюбленности. То есть человек влюбляется и думает, что это и есть главное в его жизни. Потом главное он теряет, и жизнь тоже не нужна уже получается. Потому что человек так устроен, что он хочет отдать чему-то свою жизнь. Вот по этой причине сейчас эти сумасшедшие взрывают себя ради Господа. И вот людей убивают вокруг, потому что им внушили, что это и есть высшая цель жизни – погибнуть ради Господа. Они понимают, что это не ради Господа. Потому что Господь сам решает, ему нравится или нет, то, что мы так делаем. Кому это понравится? Если даже человеку это не может понравиться, как это Богу понравится? Что я убиваю всех ради Него? Он же нам дает жизнь специально, где людей жизнь поддерживает, нас насевает. И вдруг кому-то понравилось всех убить. Бред. Точно это не высшая цель человеческой жизни. Но, видите, люди склонны себя жертвовать чему-то. В этом заключаются трудности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...